Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о дыхании в родах. Правильное дыхание в родах позволяет обеспечить максимально плавный, легкий процесс родов. Почему это важно? Потому что помогает расслабиться в процессе схваток, дает необходимый достаток кислорода и матери, и ребенку, сохраняет силы перед потугами и немножко снимает спазм и вообще облегчает родильный процесс. Существует несколько методик дыхания различных, но объяснить, запомнить все смысла нет. Желательно запомнить хотя бы две основные методики. Первый тип дыхания – это так называемое глубокое дыхание. Это когда вы вдыхаете, вдыхаете носом и считаете до четырех. То есть примерно вот на раз, два, три, четыре вы вдыхаете. Кроме дыхания еще нужно максимально стараться расслабиться на схватку. Сейчас не очень легко это понять, но когда будет схватка и вы будете знать, как правильно дышать, вам будет хорошо. Тренируемся. Сделайте спокойный выдох и на счет один, два, три, четыре делаем плавный глубокий вдох. Один, два, три, четыре. Плавно вдыхаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вот этим счетом мы немножко отвлекаем вашу голову от болей. Вы считаете, вы задумываетесь над этим и вам становится легче на самом деле. Между схватками не обязательно так дышать, можно отдохнуть и немножко как бы отключиться от этого. Еще есть вариант не забивать голову счетом, просто делать максимально глубокий плавный вдох, а выдыхать со звуком. У, О, что-то такое. Давайте попробуем и так. Глубокий вдох. И теперь выдыхаем. Отлично. Вот это глубокое дыхание применяется в основном в первом периоде родов, когда идут просто схватки, и когда открывается шейка матки, у нас должно все идти плавно, без спазмов, да. А когда наступает второй период родов, то есть открывается полностью шейка матки, и голова ребеночка начинает опускаться в полость малого таза, то есть проходить через родовые пути. Начинают действовать другие механизмы уже родов, и на каком-то этапе начинает становиться, вот нестерпимо, появляется нестерпимое желание сходить в туалет по-большому. До определенного момента этого делать нельзя. То есть что нужно делать? Стараться дышать так, как мы уже обговаривали и тренировались, но когда появляется желание потужиться, и доктора говорят, что еще не нужно, потому что еще головка высоко, и если начать раньше тужиться, могут порваться ткани. Ребенок, опять же, может испытать гипоксию. Для того, чтобы стерпеть эту потугу, нужно, ну, так называемое, дыхание по-собачьи. Да, то есть частое-частое прерывистое дыхание. Ну, примерно я сейчас покажу это вот. Так, стараться дышаться прерывисто, да, чтобы не включать мышцы брюшного пресса, мышцы диафрагмы в процесс потуги. То есть как бы мы на определенном этапе сдерживаем потугу, и организм работает сам. После того, как мы дышим часто, наступает период, когда нужно немножко поработать. Для этого слушаемся медперсонал, делаем то, что говорят. На самом деле это как бы часть вот того глубокого дыхания, которое вы делали. То есть делается глубокий вдох через нос, только вот максимально глубокий вдох, и дальше вы как будто собираетесь глубоко, вот как глубокий вдох перед нырянием. Да, то есть вы вдохнули, и дальше вы уже молча, не выдыхая, тужитесь. То есть вы собираете вот как будто весь этот воздух у вас должен выйти сюда, на низ. То есть вот такое движение должно быть всего организма к низу. Это, ну, 3-4 раза всего в процесс родов, да, нужно повторить. Есть еще один тип дыхания, ну, простонароднее говорит, задуваем свечку. Тоже часто используется во втором периоде родов, когда еще не нужно активно тужиться. Мы ходим плавно, спокойно, у нас все хорошо. Также мы глубоко вдыхаем носом воздух. И потом задуваем свечку. Она далеко, но ее нужно задуть. И мы работаем не только выдыхая легкими, но мы еще подключаем пресс. И, соответственно, у нас воздух идет дальше, свечу мы задуваем. И мы немножко, как бы, вот опускаем ребеночка ниже. Далее, в процессе родов, уже когда головка непосредственно рождается, мы опять же просим передышать схватки, продышать схватку. Также часто вот по собачьи просто-просто подышим, чтобы уже не, опять же, не включать в работу свой организм. Для того, чтобы ткани как можно мягче, плавнее растянулись, и не было никаких разрывов, и ребеночек родился совершенно спокойно, без каких-то травм. То есть, вначале у нас глубокое дыхание для того, чтобы снять спазм, насытить кислородом себя и ребенка, и сохранить силы для поток. Естественно, обезболить роды. Дальше мы стараемся продышать схватки, то есть, когда начинается только потужная деятельность, мы стараемся продышать это. Дальше мы немножко работаем с задержкой дыхания или с задуванием свечи. И в самом конце мы продыхиваем схватку для того, чтобы головка ребеночка плавно, мягко родилась. И, соответственно, потом происходит рождение полностью ребенка. И все. Итак, сегодня мы обсудили вопрос правильного дыхания в родах, для чего это нужно делать, как это правильно делать. Я желаю всем комфортного рода разрешения.